ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты волк всё-таки? Котов-то боишься? Вот Познакомься Это вот мой друг волк Привет Привет волк Привет Он смотри Расговаривает Значит что-то понимает Слушай, ну он вообще-то у нас это Из польских лесов к нам прибыл Утешествовал далеко-далеко Издалека, где он только не был И вот видишь, у него даже тельняшка есть. Он у нас моряк. Моряк. Да, вечно и мечтает стать капитаном. Но вот сейчас вот у нас, видишь, карантин, всё такое. И он решил посидеть немножко на самоизоляции. И приходится сменить профессию. Мы решили его взять в артисты. Ну, а чтобы в артисты, надо хоть как-то немножко на языке научиться разговаривать. Так. Ох, да, сложно вам, сложно. Да не говори вас. Так когда карантин снимет, он опять уплывёт. Ну, ты знаешь, может... И будем мы его махать. Ну, ладно, попробуем заразить его актёрским мастерством, чтобы он об нас не уплыл. Давай, давай. То может вы там с ним стишок какой-нибудь выучите. Или там, не знаю, песенку какую-нибудь споёте. Есть он, Жой, песню. Я ему преподам самую главную песню морскую. О, отлично. Отлично. Слушайте, ребята. В общем, у меня сейчас очень-очень много дел. Я пойду сейчас их, значит, пока всё вот это переделаю. А, я же самое главное забыла. Нам же нужно представить нашего сегодняшнего главного эксперта. Да, это главное. Это главное, сказал наш Волк. Котичек, дорогой. А давай ты сам расскажешь, ладно? Потому что, ну, ты же сам, лучше сам сможешь себя представить. Правильно? Про себя, да? Ему и всем остальным. Ну, хорошо, давай, попробуй. Всё, всё, давай. Счастливенько. Удачи вам, ребят. Пошла. Значит так, здравствуй, дорогой Волк. Меня зовут Кот Боб. Мне 147 лет. Я очень старый, мудрый. Иногда даже бываю вредным, когда меня не понимают. Так что ты учти. Что ещё? Работаю в театре. Люблю фантазировать. Выдумщик, сказочник. В основном, конечно, сижу в красном чемодане, потому что там никто не отвлекает. И сочиняю сказки. Так, ещё что про себя рассказать? А театр как называется? Любимый время года. Театр как называется? Театр как называется? А театр называется Театр Кукол Мабу. Театр Кукол Мабу. И где вы живёте? Где вы живёте? Театр находится в Нижнем Новгороде. И он молодой театр. И поэтому я там ведущий артист, потому что мне 147 лет. Я старый, а театр молодой. Я учу, так сказать, артистов. Всех учу. И вот сегодня научу тебя. Хорошо. Спасибо. И ещё знаешь, что хотел сказать? Любимое время года – осень. Потому что осенью слегка грустно. А я люблю погрустить в чемодане. Так вот, начнём. Значит так. Каждый артист должен знать золотые правила. Правило номер один. Если ты хочешь сыграть… А ты хочешь играть в спектакль? Да. Так, ты, значит, хочешь играть в спектакль. Во-первых… И не один. А, и не один. И не один. Нет. Это прекрасно. Значит так. Правило номер один. Первая очередь. Ты должен быть дисциплинирован. Забудь… А, ну ты же моряк. Ты же знаешь, что такое дисциплина. Дисциплина, прежде всего, у артистов должна быть на высшем уровне. Есть. Не забывать про сценическую речь. Вы знакомы со сценической речью? Уже да. Уже да, познакомились. Вот про неё не забывайте. И это значит наш устав. Потом не забывать про свои суставчики. И постоянно разминать руки. Постоянно разминать, значит, шею. Постоянно разминать своё тело. Уметь садиться на шпагат. Так. Почему? Задем. Значит, не забывайте сделать разминки. Это я сказал. Ну, конечно же, работать в коллективе. Потому что артист – это прежде всего коллектив. И он должен уметь держать себя в коллективе. А ты умеешь себя держать в коллективе? Не знаю. Вот здесь, значит, если задумался, значит, не умеешь. Так, надо поработать над этим. Значит, когда ты держишь себя в коллективе, нужно слушать другое мнение. А ты слушаешь другое мнение? С удовольствием. А, с удовольствием, да? А, он, наверное, не русский, поэтому я не понимаю моих слов-то. Может, я сам с собой разговариваю? Всё понимаю. Всё, всё. А, ты понимаешь? Значит, так хорошо. Да. Понимаю. Да. Учить русский язык, но плохо говорить. А, ты плохо говоришь по-русскому языку. Да. Так вот, для того, чтобы научиться говорить на русском языке, ты должен много читать. Много читать русской литературы. Это артисту обязательно. А сейчас с тобой мы освоим русскую песню. Раз ты моряк, и чтобы мы далеко не отплывали от твоей профессии, но от твоей профессии к нашей профессии есть небольшая песня про моряка. И вот сегодня мы с тобой её освоим, и ты, значит, поплывёшь с этой песни в большую актёрскую жизнь. Запомнил? Спасибо. Спасибо. Вот, и, значит, запомни, что актёрская профессия – это самая достойная профессия на Земле, поэтому мы должны нести её. Вот, так как вы несёте свои корабли в море, мы должны нести свою профессию. Итак, ты готов? Да. Значит так, слушай меня внимательно. Начинается. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ну-ка, повтори. Капитан, капитан, улыбнитесь. Не улыбнитесь, а улыбнитесь. Улыбнитесь. Сейчас, подожди, подожди, сейчас я возьму себя в руки. Итак, ещё раз. Капитан, капитан, улыбнитесь. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ага, хорошо, теперь давай подбавим немножечко эмоций. Ты должен быть эмоциональный, ты должен улыбаться уже прямо сейчас, ты же артист. Забудь про свою капитанскую карьеру. И давай попробуем. Капитан, капитан, улыбнитесь. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ах ты мой хороший, обнял бы тебя, но интернет не позволяет. Молодец. Вторые строчки. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ну-ка, попробуй. Ведь улыбка – это флаг корабля. Давайте поработаем над улыбкой. Итак, улыбка. Ну-ка, повтори. Улыбка. Нет, улыбка, не улитка, а улыбка. 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 Вот, молодец. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ох, долго мне придётся, значит, с тобой заниматься так. Да, значит так. Улыбка – это флаг корабля. Как бы тебе объяснить? Ну, давай попробуем с эмоцией. Может быть, в эмоции скрывается русский язык. Ну-ка, сначала. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Ну-ка, попробуй. Хорошо. Капитан, 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 улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. О-о-о-о-о-о. Нет, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Вы уже совсем ушли в эмоции. Вы ушли в край. Вы должны себя чуть-чуть сдерживать. Чуть-чуть по сдержанней. И тогда у вас появится… Капитан, капитан, подтянитесь, так, еще раз, капитан, капитан, подтянитесь, молодец. Только смелым покоряются моря. Только смелым покоряются моря. Только смелым покоряются моря. Так, вот опять, не эмоцию, не выгоняй эмоцию из своей актерской профессии. Ты сказал про эмоции, чтобы были эмоции. Давай сначала вместе с тобой. Итак, три-четыре. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну это совсем эмоции. Держите себя в руках, я же говорил, вы же профессионал. Это может быть у вас там на корабле можно было тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А у нас все строго. Каждый звук — это учет, учет. Каждый... А-а-а! Падает камера! Мама дорогая, все. Давайте еще раз сначала споем, от начала до конца вместе с вами эту песню. Три-четыре. Капитан, капитан, улыбнитесь. Молодец. Это флаг корабля. Капитан, капитан, подянитесь. Ага. Только с белым покоряются моря. Ах, да, конечно, над речью надо работать. Над речью сильно надо работать. Конечно, запишитесь еще на урок вокала, и тогда у вас все получится. Я в вас верю. Капитан, капитан... Ой, мне показалось, или вы тут что-то... Нет, не показалось. Я его всему обучил. Это готовый артист. Берите и продавайте. Рук мой, спасибо тебе большое. Вот я вот знала, к кому обратиться. Но вот я знала, кто главный талант в нашем кукольном сообществе. Спасибо тебе большое, дорогой мой друг. Ну вот это... Ты же теперь знаешь, что ты стоишь у истоков открытия нового молодого артиста талантливого. Я надеюсь, может быть. Конечно. Ну, надеюсь. Спасибо. Ты посмотри, какой у него нос. А в носу скрывается весь талант. Конечно. Как красавец. Да, у меня такой нос нет. Вот это... Да, вот поэтому мы с тобой не такие талантливые. Молодежь... Это евросаистский череп. Ой, ты что-то излично уже сказал. Ну да ладно. Друг, ну спасибо тебе большое. Спасибо большое твоим кошкам. Да. Спасибо всем вашему коллективу, вашего замечательного театра. Мы вас поздравляем с открытием ваших театров. И надеемся на то, что все-все-все у вас и далее будет прекрасно. Пока. До скорой встречи. Пока, дорогой друг. До свидания. Капитан, капитан, улыбнитесь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»